Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Осень, а это означает, что буквально вот-вот через месяц начнется заполнение анкет на очередной розыгрыш лотереи на грин карту. Я хочу с вами поделиться очень важным информацией, которая позволит многим моим зрителям избежать потери денег и пасть жертвой очередного лохотрона. Буквально несколько недель назад ко мне обратился один из подписчиков моего канала, который имел несчастье связаться с одной компанией, которая очень активно и агрессивно занимается рекламой в интернете. Фирма называется USAFIS. Предлагает она услуги по заполнению анкеты на лотерею грин карты. Вот. Такого рода услуги очень многие компании предлагают, но эта компания исключительно. За свои услуги по заполнению этой анкеты она берет аж тысячу долларов. Интересно она работает. С моего клиента она взяла деньги аж еще в мае месяце. Еще когда непонятно было, будет ли очередной розыгрыш, не будет. То есть пока официально сам госдепартамент не объявляет о начале заполнения анкет, вообще непонятно, то есть будет ли заполнение очередных вот таких анкет. Но тем не менее с моего зрителя она деньги взяла, тысячу долларов. И когда человек захотел эти деньги вернуть назад, ему естественно это не удалось сделать, потому что постоянно попадает на автоответчик, письма его игнорируются. Вот. То есть вот такая стоимость услуг. Вот. Своим клиентам эта компания очень назойливо, когда они попадают к ней на крючок, объясняет, что только сотрудники ее компании могут заполнить анкету четко, без ошибок, проконтролировать и тем самым резко увеличить шансы на выигрыш. Вот. То есть вот такой замечательный развод. Я своему зрителю посоветовал, говорю, ты хотя бы прежде чем такие деньги платить за заполнение вот этой банальной анкеты хотя бы погуглил, что пишут люди в интернете по поводу этой компании. Говорят, нет. То есть я вернее погуглил, но напоролся на пару-тройку позитивных отзывов и мне это было достаточно. Я со своей стороны набрал в поисковике название этой компании и обнаружил целый шквал, не знаю, гору, не знаю, мега-мега-мега количество отрицательных отзывов людей, которые уже имели несчастье с этой компанией столкнуться и кто пострадал. Один сплошной негатив по поводу этой фирмы. Особо хочу подчеркнуть интересную статью про вот эту замечательную фирму. Специально я над статью напоролся, прочитал ее. Там человек выиграл грин-карту как раз через анкету, которую заполняла эта компания. И после того, как был опубликован розыгрыш, с него еще стали требовать денег порядка двух-трех тысяч долларов, чтобы эту грин-карту товарищу переслать. Ну, вот так вот тут работает этот лохотрон. Бизнес у подобной компании поставлен на ход. Речь идет о, я думаю, даже не десятках тысяч долларов, а гораздо, наверное, большей сумме, может быть, сотнями тысяч, потому что очень много людей обращаются в подобные посреднические компании. Я хочу вставить свою ремарку. Я понимаю, что не все из вас Эйнштейны и Цутерберги, и, соответственно, очень много людей, которые не знают английский язык. Но имейте в виду, что вот заполнение анкеты на вот эту девиллаттере, это как, ну, не знаю, как вступительный экзамен, не знаю, в школу жизни проживания в США. Если у них состояние заполнить самостоятельно даже такую примитивную анкету, как вы планируете в Америке жить. Потому что вам на каждом шагу придется на английском языке заполнять огромное количество различных форм. На заселение подписать контракт, на открытие счета на оплату коммунальных услуг, про устройство ребенка в школу я вообще молчу, там огромное количество бумаг. То есть вам везде придется вот эти разные анкеты заполнять. Кто за вас это будет делать? Понятное дело, что многие люди прибегают к услугам различного рода частных лиц и компаний, которые предлагают услугу социальной адаптации. Я, например, тоже такую услугу предлагаю. Вот приезжают люди, которым необходимо сопровождение, люди, которые плохо ориентируются в американской действительности, кто плохо знает язык. Его нужно за руку водить из пункта А в пункт Б и контролировать каждый шаг и помогать заполнять буквально все. Вот. Но если вы хотите приехать в Америку и как-то вести себя как адекватные взрослые люди, вам нужно научиться вот хотя бы что-то делать самостоятельно. Если люди, которые смотрят сейчас этот видеосюжет, имеют какие-то сложности с заполнением даже вот этой анкеты, когда она будет опубликована, пожалуйста, пишите сюда. Я вам порекомендую недорогих паралегалов, которые вам помогут эту анкету заполнить, помогут вам специальным образом отредактировать вашу фотографию, потому что есть специальные требования к фотографии на вот эту самую анкету. То есть, но это не тысяча долларов. Вы поймите, что связываясь с такими жуликами, вы связываетесь, и у меня просто в голове это не укладывается. Должны быть какие-то хотя бы рамки, я не знаю, но разумные должны быть какие-то цифры оплаты услуг, но это, я считаю, что это за пределами и жадности, и, я не знаю, у меня в голове вот этот факт, как работает эта замечательная компания, просто не укладывается. Если у вас будут вопросы, пишите, и я отдельно еще сниму сюжет по поводу заполнения анкет на ДВИ-лотерею и, соответственно, как, собственно говоря, будет происходить розыгрыш. Еще одно важное замечание, тоже относительно розыгрыша лотереи, тоже регулярно мои зрители спрашивают. Огромное количество сайтов, тоже вот таких подставных, позиционирует себя как сайты, которые официально занимаются заполнением вот этих вот анкет. Есть только один официальный сайт, где расширение .gov. То есть, это официальный сайт американского госдепартамента, который как раз и занимается вопросами лотереи. Все остальные сайты это частная лавочка, и вы рискуете попасть на мошенников. Хорошего всем дня, здоровья вам вашим близким и удачи в лотерее! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!